Многообразие изобразительного искусства юных дарований со всей России в одном месте. Здесь и техники цветной прорезной гравюры, и гуашь, и акварель, и гелевая ручка, роспись по дереву, керамика, батик и полотна с элементами вышивки. За четверть века «Жигулевская палитра» из Самарского областного конкурса профмастерства выросла во всероссийский проект, привлекающий начинающих художников со всей страны. В этом году на конкурс поступило 4,5 тысячи работ. Около 200 из них решением жюри отобрали для презентации на этой выставке автографы молодых. Каждый раз мы с трепетом ждем этого события, и еще ни разу не были разочарованы. В этом году на выставку прислали свои творческие работы из 32 регионов России. И крайние точки у нас обозначены буквами «К» – Калининград, Керчь. И, конечно, сердце России, Самарской области. Ученица Тольяттинского лицея искусств Маша Разина свою картину о «Жигулевских горах» рисовала 4 часа. Успех на конкурсе стал сюрпризом. Работу девочки отправила на суд жюри ее педагог. Нам читали разные легенды о «Жигулевской долине». Вот я слушала, наслушалась, дома сделала эскиз, принесла его, и мне одобрение и нарисовала. Она сама очень хотела рисовать, она не выпускала карандаши с детства, поэтому мы заклеивали всю квартиру ватманами. Центральная тема «Жигулевской палитры» в этом году – «Весь мир театр». Конкурс проходит в рамках десятилетия детства. Сегодня это масштабное многопрофильное мероприятие, которое не ограничивается состязанием. Юные таланты получают возможность увидеть свои творения в профессиональных художественных изданиях. Впечатляет и методическая работа с педагогами. Впрочем, главное событие этого вечера – награждение победителей. Одной из лучших признана работа студентки из Самары Анны Гвоздевой, посвященная семейному уюту. В первой части работы рождается сын, в второй показано, как отец его воспитывает, и в третьей части девушка отдают за него замуж. То есть продолжение жизни. Мне захотелось именно в городецкой росписи попробовать именно этот сюжет. Гран-при всероссийского конкурса взяла Александра Чехладзе. Картина «Сон» была ее дипломной работой в Самарском художественном училище. Девушка и дальше себя видит в искусстве. Для меня это способ выразить какие-то мысли свои, поэтому живопись. Сейчас я в институте учусь имени Сурикова на факультете графики. Я планирую заниматься книжной графикой. Увидеть работы юных дарований можно еще в ближайшие 10 дней. Выставка «Автографы молодых» будет открыта до 4 октября. Образовательная же программа самого конкурса по изобразительному искусству сегодня не заканчивается. Запланированы мастер-классы и авторские встречи с лучшими педагогами России. Алена Власова, Александр Дутком, Новости губернии.